Всем здоровья! Кроу – индейский народ, говорящий на языке группы Сиу. Их называли «люди-вороны», но правильней, да и сами они себя называют «дети-птицы с большим клювом». Ранее индейцы Кроу жили вместе с племенем Хидатса, в Северной Дакоте и составляли один народ. Но к концу XVIII века году Кроу отделились от Хидатса и ушли на запад, в Монтану и Вайоминг. Приобретя лошадей у союзников, шашонов, они перешли к конной охоте на бизонов. Вскоре их табуны стали самыми многочисленными среди индейских племен. Впервые Кроу встретились с белыми людьми, довольно поздно, лишь к середине XVIII века, это были французы. В XIX веке Кроу разделились на группы, речные Кроу поселились в низовьях реки Иллоустон, а горные Кроу населили окрестностей рек Бигхорн и Литлхорн. Была и третья группа, которая носила имя, нутые в живот, но она так и не стала самостоятельной, а охотилась вместе с другими группами, а на зиму уходила к шашонам. Мужчины племени отличались своим обликом от индейцев большинства племен Северной Америки, они были высокими, стройными, пропорционально сложенными. Их наряды были столь умело расшиты, что стоимость каждой рубахи нередко приравнивалась по цене к двум, а то и трем лошадям. Мужчины всегда выглядели чистыми и опрятными. В походах индейцы перевозили младенцев в люльки, подвешенных к седлу. Очень рано ребенка садили на лошадь верхом, уже в четыре года, все дети, независимо от пола, умели самостоятельно ездить верхом и легко управлять лошадьми. Так, как индейцы Кроу вели, в основном кочевой образ жизни, собрать лагерь для них это дело, двух, трех часов и они уже в пути. К плюсам данного племени можно отнести и то, что ссоры, драки, а тем более убийства между соплеменниками, были крайне редки. Кроу научились разрешать внутри племенные недоразумения, отбирая у виновных лошадей. Были даже случаи, что за супружескую измену муж просто забирал у обидчика часть его табуна. Так при помощи лошадей можно было уладить любой конфликт, кроме убийства. Минусом племени считается, безусловно, их попрошайничество и воровство. В зимние месяцы, когда нет сезона охоты, они возле фартов умудряются пробираться в самые укромные уголки и воровать все, что плохо лежит. Они воруют все, что попадается им на глаза, ножи, топоры. Даже в своем лагере, когда на просушку раскладывали бизоньи шкуры, после охоты, индейцы без малейшего зазрения совести, таскают их друг у друга. Но лошадей или ружья они не крадут у соплеменников. В 1888 году индейцы племени Кроу были переселены в резервацию. В настоящее время Кроу в основном проживают в резервации в Монтане. Их общая численность составляет 6000 человек. Спасибо за внимание.